Хочу посоветовать вам развивающийся игровой канал Tool Games Show с веселыми видео и нарезками по CS GO, GTA V и другим играм. Я подписался и вам рекомендую. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Антон Чейз, и давно не было пес. Да чего уж там, давно не было вообще любых видосов. Я обленился, но сегодня мы возвращаемся, сегодня я возвращаюсь в ПЕС, в Лигу Чемпионов. Я думаю, что вы все по ней соскучились. Естественно. И мы начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok Хочу напомнить, что за три матча я заработал аж целых три очка и геморрой. Это, конечно, просто ужасно. Это ужасно, словно песни группы «Время истекло», словно репера Фараона, словно осенняя погода, словно мои накладные усишки Игоря Николаева, словно брутальный взгляд Вольтера Самуэля. Вряд ли современное поколение помнит этого потрясающего защитника, очень брутального, очень сурового. Он мог даже, в принципе, на поле двинуть в ебальник, само собой. Надеюсь, что сегодня он будет нежнее с моими нападающими, с моим Каримушкой и Роналдушкой. В общем, три очка это очень-очень-очень мало после трех туров. Это также мало, как зарплата инструктора по плаванию в Монголии. Потому что в Монголии, блядь, нет ни одного водоема. Давайте-ка посмотрим, там, что там в составе у Базеля. Эмболу, который бист Фифену, мне плевать. Остальные, конечно, полное-полное дно. И пара защитников это Сучи и Самуэль. Ну что же, будет интересно, но думаю, что я выиграю. Нихера себе совет. Кто его писал? Лев Толстой? Блядь, он длиннее, чем Война и мир. Итак, футболисты выходят из прокуренного подъезда. Надеюсь, там им настоящие поцуки. Поцуки из паника. Вечные обитатели этого места. Объяснили футболистам настоящие ценности жизненные. Люби маму, новые треники от Adidas, турнички. Люби покурить травки, люби репчик. О, господи, какие ужасные рожи у судей. Видно, что вратарь-то волнуется у них. Ну, конечно, там Роналдо, все дела. Сейчас будет вынимать раз за разом. Да-да, разминаю свою жопу, рабчик. Ну что же, давайте-ка начнем сжимать. Что-то, конечно, прекрасные катсцены. Наконец-то их добавили. А то в том году как-то я себя ощущал. Я без них как-то очень, знаете ли, так не по-людски все это было. Не по-голливудски, без спецэффектов. Пас на Бейла. Бейл здорово ушел от двоих. Врывается в штрафную. Горит Бейл. Пас снизом на Бензима. Пяточкой вышел пас. Удар Бензима. Ох, как неплохо-то мы начали матч-то. Это было здорово. Блядский сосед Киргиз завел свою ебучую дрель. Не знаю, слышно ли вам, но это опять он... Сука, каждый день это... Словно меня, я не знаю, буравчиком стоматолога в рот ебут. Это просто невероятно. Не знаю, что он там строит, этот Киргиз. Возможно, первую в мире киргизскую ядерную бомбу. Ох, тем временем провал, провал, дорогие друзья. И опаснейший провал. Удар. Икер спасает. Это будет добивание, скорее всего. Нет, добивания не будет. Слава богу, что в Песа, в Судья не ебанутый, как в Фифе. Он бы уже, наверное, три пенальти назначил бы. Потому что в Фифе за любой контакт штрафной сразу пенка без вариантов. Так, Мудрич побаковал. Отнял мяч. Словно Путин побаковал и отнял Крым. Ладно, не в обиду всем, тем, кто был против этого. Нет, ну Судья явно дает играть. Потому что только что были сбиты 100 миллионов долларов. Грубейшим подкатом. Там Судье вообще плевать. Он там, по-моему, Лизгинку танцует, судя по его движениям рук. И опять провал в центре защиты. Ну, ёб вашу мать, ну что же вы делаете? Сейчас будет пас? Нет, не будет паса. И только Пепе. Пепе. Геройский Пепе спасает нашу команду. Хамес прошел. Бенц. И переводи ворота. Гол. Гол. И тут даже этот сумасшедший кипер, который тряс руками перед матчем, разминаясь, не спасает базы. Да-да, мы знаем, там сиська. Он еще и прыщавый. Какого-то школьника. Со странной фамилией Кантана Бланк. Нет, ну судья явно сегодня, не знаю, угандошный какой-то. Потому что, опять-таки, я грубейше сбил нападающего базы. Судье вообще похер. Возможно, он перед матчем дунул чего-то. Потому что сегодня на поле вышел Куин Трау вместо Кровахали у меня. И, видимо, он судью угостил чем-то таким, наверное, крепким. Опять провал. Может, ему по ногам выебать попробовать? Ох, какой привоз и какой гол получился странный. Гол забил, судя по внешности, это Геннадий Букин. Но нет, надпись о другом говорит, что это был Михаил Дальгадо. Окей, окей, ладно. Расславился просто я, расславился. Это и в беззвездном почему-то ни одной звезды нет в швейцарском небе. Счет 1-1. Пять провал. Господи ж, боже мой. Это штанга Добиванга. Сука, блядь. Моя защита надежна, словно пизда Саши Грей. Я уж пизда Саши Грей. Даже менее надежна, чем вратари в Майклаб. Это как? Так, все, надо это, надо... Если сейчас мы проиграем, то это будет очень тяжело выйти дальше. Так, все, Антоша, Антоша, давай. Так, наконец-таки, по-моему, первый свисток судьи. Возможно, в перерыве он попил чайка с печеньем, ему стало полегче чутка. Он, видимо, судя по его взгляду, его действия, он вообще нихуя не понимает, что происходит. Возможно, видя перед собой арабскую рожу и большой нос Бензема, он думает, что он на алжирском рынке покупает финики и бобы и бананы, но это не так. МАРСЕЛОВА! Бенз, ну давай! Какой гол мог быть? Это чем он там пробил? Боже мой, я только что чуть не забил свой самый лучший гол в жизни. Этот ебучий вратарь, этот прыщавый школьник, сука. Я тебя утоплю в этой блядской жиже, в которой сейчас стоят почему-то, как Иисус, на воде все фотографы. Я не знаю, это точно не газон, потому что это, ну, на газон это не похоже. Это похоже на блевоту коровы, например, я не знаю, что это содержимое желудка козы, но это точно не газон. Поэтому там я тебя и утоплю, сука. За то, что ты сломал мою детскую мечту забить Бенземой гол пяткой в матче с Базовым в четвертом туре Лиги Чемпионов. Виртуальной. Ну, почти скидал же на Бэйла. Бэйл. Бэйлушка, бей! Ну, ну как, ну как? Ну вот опять я транжирую сто моментов, и потом будет комментарий. Антон, ты просто нихуя не умеешь играть. Ну, а что я сделаю, если они не забивают такие моменты, блядь? Пиздец, ну что вы делаете, ублюдоны! И только старина Икер спасает меня от произвола этих гребаных хуйлуж. В защите, ну пиздец, просто бездари. Защи Базли, ну тут Роналдос. Какой пас! Вот это да! Вот это точность, нахуй! Ладно, Марселу с мячом оббежал одного. Опять же его под удар Модричную я бить не буду. Кроссу. Тот тонкий пас. Вот это точность! Охуеть! Ну да, как же дать пас на 2 метра точный? Да это же невозможно! Так. Роналду. Пиздец, вы что делаете? И удар Роналду! Гоу! Охуенно! Охуенно! Вот только что Криш спас, во-первых, мою задницу от разрыва после поражения, во-вторых, от тысяч комментариев в стиле Антон, ты уже не тот, ну купи себе новые руки, ты нублот их и прочих обидных вещей. Судя по времени, по часам, там либо 4 часа дня, что вряд ли, судя по небу, потому что мы, блядь, не в космосе играем, либо 4 часа ночи, что еще более странно. Тем временем на поле выходит певец Трофим, надеюсь, это прибавит ветра в голове с защитником Базеля и проникающий! Да, заебись, с этим у меня, конечно, проблемы. Хотя вот тут... Ну! Вот так вот! Вот тащи, сука! Вот, я же говорю, ветер в голове, а я влюбленный в Карима Бензема. Два гола сегодня он забивает и, как дирижер, не знаю, что это значит. Это празднование, никто его не любит, кроме Роналду. И, нет, все его любят, это очень приятно. А судья добавляет 4 минуты. Это довольно-таки солидный срок, чтобы отыграться, поэтому я должен сдерживаться со всех сил! И делать, например, вот так вот. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-лушеньки, ла-ла, наебал я тебя! И вот так вот делаю я. Это, конечно, не очень красиво, но это дает результат. Это моя философия, скажем так. Тут Роналду пробегает, Роналдос. И на нахер! Вот это гол! Вот, вот. Ну, дорогие друзья, тут, мне кажется, комментарии... Нет, комментарии нужны! Ваши комментарии в стиле Антона, ты просто лучший! Ты просто, да-да, бей воображаемую великаншу по жопе! Тебя это не спасет, дырявый кипер! Я говорю, поставили какого-то дырявого школьника на ворота и на что не рассчитывали? Ну что ж, дорогие друзья, мы победили. Бензема лапает и проверяет пипе на крепость его задницы. Задница крепка, защита на замке. Мы победили. И сейчас я без всяких там склеек и прочего покажу вам, что я играл на максимальной сложности. Потому что есть те, кто по-прежнему мне не верит. Говорят, Антон, ты играешь на новичке, ты лох. Поэтому вот, пожалуйста, нет никакой склейки. Вот прям вот другие матчи мы смотрим. Это никому нахуй не интересно. Мы уже, в принципе, почти выровняли наше положение. Нам остается два матча сыграть более-менее успешно. То есть, обыграть по СЖ и все будет просто отлично. Даже в оборону там. Вот, пожалуйста, система. Основные параметры. Это звезда футбола, дорогие друзья. Так что, всем тем, кто говорил, что Антон, ты играешь на новичке. Я того рот ебал. Вот так вот, дорогие друзья. На этом я с вами прощаюсь. До следующей серии. Всем удачи, всем пока. С вами был я, Антон Чейз. Поставьте под данным видео лайк. Если оно вам понравилось. А я, как герой этого матча, просто вытащивший игру на нервах, на характере, мне кажется, я заслужил небольшой подарок. Танцуйте, суки. У меня черсон. Бля, погнутый. В автомат не засуну. Но тебе-то в пизду засуну.